Вплотную к подпольному цеху стоит печатный дом, через дорогу детский садик, вокруг жилые дома. Рай, а не место. Внутри все доверху заставлено коробками с ящиками, с пустой тарой, пробками, лицензионными марками и, разумеется, с готовой продукцией. По предварительным оценкам в настоящее время в данном помещении находятся готовые продукции свыше 2000 бутылок, также имеется свыше двух тонн спирта, который в настоящее время предназначен для производства этой продукции. Отдельно находятся здесь наклейки, федеральные специальные марки. По внешним признакам в настоящее время предварительно можем сказать, что они являются поддельными. Куда именно поставлялся товар и каким способом реализовывался, еще предстоит выяснить. Но если, например, представить такие бутылки на прилавке магазина, как здесь, выставленными в ряд, то здравомыслящий покупатель задумается, почему они все разлиты, как Бог на душу положит. Помещение, где продукцию, собственно, готовили, небольшое, чего не скажешь об объемах. Вот в этих цистернах, например, злоумышленники смешивали спирт, воду и уксус. Как пояснили оперативные сотрудники, уксус нужен для того, чтобы не было хлопьев. А вот с этой стороны фильтры, где продукцию перегоняли, чтобы отбить лишний запах. Вот в этой цистерне уже готовая продукция абсолютно без запаха. В сторонке от происходящего шестеро задержанных работников делают вид, что плохо понимают ситуацию. Так сказать, заглянули помочь. Все документы, если таковые, есть у хозяина. Никто не говорит по-русски? А как же вы общаетесь с теми людьми, которые живут в Рязани? У нас русскоговорящее население. В магазины ходите? Ходите. Вот видите, меня понимаете, да? Давно здесь работаете? Нет, сегодня. Первый день? Я просто не могу с другой местом работать. С тройками работаю. А, вы на стройке работаете? Сегодня праздником ходить. У вас сегодня праздник национальный? Данным вопросом будет заниматься уже непосредственно либо участковая полномоченная полиция, которая будет определяться о административном отсутствии в случае отсутствия определенных документов и определяться уже по действующему кодексу административных правонарушений. Что именно грозит хозяину подпольного цеха, пока говорит рано. Проверка займет определенное время. Редактор субтитров А.Семкин